Всем привет, друзья! С вами канал Киноиндустрия, и понемножку уже можно подводить первые киноитоги уходящего 2020 года. Для начала мы рассмотрим фильмы в жанре боевик, но так как 2020 был откровенно слабым годом для кинопроизводства, список будет разбавлен и лучшими боевиками 2019 года. В общем, как всегда, для вас вещает лучший канал о кино. Кто еще не подписан, подпишитесь, поставьте лайк, а также внимательно послушайте очень полезную информацию. В образовательной экосистеме Geekbrains стартовал набор студентов на факультет моушен-дизайна. Это идеальный шанс для творческих людей выбиться из серой массы, реализовать себя и обрести профессию, которой вы будете наслаждаться. Хочешь научиться созданию анимации или уже имеешь навыки, но хочешь выйти на новый уровень? Тогда Geekbrains – это то, что тебе нужно. В процессе обучения ты научишься работать с 3D-графикой, писать код для анимирования объектов, их монтажу, разберешь правила работы со светом, композицией, а также освоишь такие программы, как Photoshop, After Effects, Cinema 4D и другие. На завершающей стадии учебы тебе предоставят задачи, которые ты будешь переводить в реальные проекты, создавая свое портфолио. Курс очень насыщенный как теорией, так и практикой, благодаря чему подходит даже новичкам в этой сфере. Моушен-дизайн – относительно новое направление для нашей страны, но уже сейчас эта профессия крайне востребована. Без них не обойдется ни один телеканал, киностудия или видеопроизводство. Хотя и за это можете не беспокоиться, так как после обучения вы получите диплом с лицензией и гарантированное трудоустройство в одной из крупных компаний, таких как Юла, Альфа-Банк, Деливери-Клаб и другие. Ну и приятным бонусом является ссылка в описании, перейдя по которой вы получите скидку 45% по промокоду. Как говорится, выбери себе работу по душе и тебе не придется работать ни одного дня в своей жизни. Начнем, разумеется, с шикарного динамичного боевика от студии Netflix – Тайлер Рейк «Операция по спасению». Согласно сюжету, в преступном мире разгорается противостояние между наркоторговцами, в результате чего сына одного из них, могущественного криминального босса из Индии, похищают. Операцию по спасению заложника поручают Тайлеру Рейку, бесстрашному наемнику, которому нечего терять. Полагаясь на удачу, опыт и профессиональные навыки, Тайлер отправляется в самое сердце врага, чтобы спасти подростка. Очередной шедевр от режиссера Гая Ричи «Джентльмены». Микки Пирсон родился и вырос в США в бедной семье, однако сумел поступить в Оксфорд. В скором времени учеба отошла на второй план, а Микки сосредоточился на развитии подпольного бизнеса по выращиванию травки. Став, между тем, одним из самых влиятельных фигур Великобритании, он через некоторое время решает продать подпольный бизнес. Однако дорогу ему преграждают некие «Джентльмены», и ситуация накаляется с каждой минутой. Тут одна неприятность вышла. Вы кого-то убили? Нет, его гравитацию убила. Телефоны сюда! Один из самых дорогих фильмов от студии Netflix, экшен-боевик «Призрачная шестерка», рассказывает об эксцентричном миллиардере, который решает противостоять мировому злу, однако не желает связываться с уже существующими секретными службами. Он инсценирует свою смерть и создает собственную команду борцов за справедливость, куда набирает первоклассных знатоков своего дела. Главные герои навсегда прощаются со своими прошлыми жизнями, берут в руки оружие, чтобы раз и навсегда изменить будущее всей планеты. Ты видишь это? Да! Ты видишь это? Да! Простите, что наорал. Мощный военно-исторический боевик Грейхаунд. Согласно сюжету, после вступления США во Вторую мировую войну, из Америки к берегам Великобритании отправляется конвой из нескольких десятков торговых судов, во главе которого стоит опытный морской офицер Эрнест Краузе. Находясь на борту эсминца в МС США Грейхаунд, он должен обеспечить безопасное прохождение конвоя через Атлантический океан, где торговые суда уже поджидают немецкие подводные лодки, именуемые «Волчьей стаей». Весьма неплохой криминальный боевик, который сыскал одобрение большинства зрителей, 21-й мост. Рэй и Майкл провернули дерзкое ограбление склада наркотиков, в результате которого погибло 8 полицейских. А Манхэттен был полностью заблокирован, включая 21 мост, связывающий остров с материком. Детектив Андре Дэвис возглавляет поиски преступников, однако со временем понимает, что в деле замешаны коррумпированные полицейские и представители мафии, заинтересованные в смерти грабителей, а теперь и самого детектива. «Сюда ведет 21 мост, закрыть их. Три реки, перекрыть. Четыре тоннеля, заблокировать. Нельзя допустить, чтобы эти двое сбежали». Долгожданное возвращение одной из самых полюбившихся многим экшен-франшиз «Плохие парни навсегда». В центре истории все те же близкие друзья и опытные детективы Маркус Бернетт и Майк Лоури. Много лет назад Майк принял участие в поимке влиятельного наркобарона и его жены Изабеллы. Отсидев длительный срок, женщине удается сбежать, после чего она открывает охоту на причастных к смерти мужа и ее заключению. Жизнь Майка оказывается в серьезной опасности, однако Маркус не оставит давнего приятеля в беде. Легкий и забавный фильм от студии Netflix для вечернего просмотра «Правосудие Спенсера». В центре истории оказывается бывший коп по имени Спенсер, который выходит на свободу после пятилетнего заключения. Он решает навсегда покинуть ненавистный Бостон, однако узнает, что накануне погибли два офицера полиции из его бывшего участка. Завербовал многообещающего бойца ММА Хоука и бывшую подружку СиСи. Спенсер решает во что бы то ни стало привлечь преступников к ответу. Спин-офф легендарной франшизы о нелегальных гонках «Форсаж», «Хоббс» и «Шоу». По сюжету спецагент Хэти Шоу перехватывает смертельный вирус, способный уничтожить миллионы людей. Чтобы защитить вирус от попадания в плохие руки, Хэти впрыскивает его в собственное тело, и теперь у нее есть всего 72 часа на поиске противоядия. Люк Хоббс и его заклятый соперник Декард Шоу вынуждены объединиться, чтобы спасти сестру Декарда и весь мир от очередного злодея. Экранизация одноименного комикса «Свежий проект» от студии Netflix «Бессмертная гвардия». В центре сюжета окажется секретная группа бессмертных наемников из разных эпох, которые веками защищали людей от различных опасностей. Однажды они отправляются на срочную миссию, в результате которой становится ясно, что секрет о их бессмертии раскрыт, и теперь на них ведется самая настоящая охота. Более того, в это не самое подходящее время появляется еще одна бессмертная, спутавшая карты и тем, и другим. В этом году на большие экраны вернулся и суперкиллер Джон Уик с третьей частью своей франшизы. Кстати, кто не знает, четвертая часть выйдет в 2021 году. Напомню, что после нарушения кодекса тайной гильдии ассасинов, главный герой получил статус изгоя, экс-комьюникада. За его голову управление кланов обязуется выплатить 14 миллионов долларов. И армия самых жестоких профессиональных убийц со всего мира открывает на него кровавую охоту. Тик-так, мистер Уик. Док, пять секунд осталось. Время Джона Уика истекает через три... Две. Одно. Отличное развлекательное кино для любителей трэша. Непредсказуемое и забавное. Пушки Акимба. Майлз – заурядный разработчик видеоигр, который всегда мечтал стать героем. И вот, однажды к нему приходят незваные гости, которые болтами прикрепляют к его рукам два пистолета и заставляют сражаться в игре на выживание под названием «Скизм». Более того, организаторы похищают его девушку и выставляют парня на поединок с психопаткой по имени Никс, безжалостной чемпионкой этих подпольных игрищ. Эй, знаю, прозвучит пипец как стрёмно, но надень мне штаны, у меня к рукам стволы прикручены. Такие дела. Да, ты прав, звучит стремнее некуда. Наконец, мы дождались выхода последнего фильма франшизы о легендарном мастере Ипман 4. На этот раз мастер Ипп после смерти жены узнает о собственной болезни, что подталкивает его к решительному шагу. Он летит в Сан-Франциско, чтобы подыскать своему сыну новое, более подходящее место для учебы. Там он узнает, что его бывший ученик Брюс Ли открыл собственную школу боевых искусств и написал книгу на английском, раскрыв секреты китайских мастеров. Из-за этого у Ипмана возникает конфликт с некой благотворительной ассоциацией Китая. Продолжаем и на очереди фантастический боевик от режиссера Энга Ли, Гемини. В центре сюжета оказывается 50-летний Генри Броган, один из лучших наемных убийц в мире, который решает уйти на заслуженный отдых. Идеально справившись с последним заданием, он решает наконец остепениться. Вот только отдохнуть ему не удается, ведь оказывается, что последняя цель была невиновна. Зная, что Броган узнал лишнее, бывшее руководство посылает на его ликвидацию элитное спецподразделение под кодовым названием «Близнецы». Весьма неплохой, остросюжетный триллер-боевик «Черный и синий» поведает о погрешем в коррупции и преступности Новом Орлеане. Но самое страшное то, что довольно много полицейских сотрудничает с бандитами, принимая участие в различных коррупционных схемах. В центре же сюжета Алисия Уэйст, бывшая военная, поступившая на службу. И вот однажды она фиксирует на свою камеру доказательства продажности копов. И теперь полицейское руководство пытается сделать все возможное, чтобы уничтожить компрометирующие записи. Отличный криминальный боевик «Избави нас от лукавого» поведает о бывшем секретном оперативнике, который уже 9 лет работает наемным убийцей. После выполнения последнего задания, убийства главы клана Якудза, он собирается навсегда уехать в Панаму, но внезапно узнает, что его бывшую девушку убили. Также выясняется, что у той была маленькая дочь, которую незадолго до этого похитили. Мужчина пускается на поиски ребенка, а в это время на него самого открывает охоту известный своей жестокостью киллер, жаждущий отомстить за смерть брата. Качественный, стильный боевик от Netflix под названием «Полярный» поведает нам о Дункане Визли, одном из самых опасных киллеров в мире. Контракт с его работодателем предусматривает выход на пенсию и немалые выплаты по достижению сотрудникам 50 лет. Вот только босс конторы не собирается переводить ему заслуженные тяжким трудом пенсионные отчисления, а вместо этого посылает за ним отряд своих лучших наемных убийц. Французы не так часто снимают боевики, однако когда они это делают, согласитесь, получаются в основном хорошие фильмы, и вот потерянная пуля. Согласно сюжету, автомеханик по имени Лина попадает за решетку. Вскоре комиссар предлагает ему поработать на полицию и переоборудовать полицейские машины в настоящие тараны, чтобы эффективно бороться с дерзкими водителями. За такую работу ему даже светит условно-досрочное, когда коррумпированные полицейские убивают комиссара и пытаются свалить вину на Лина. Тема охоты на людей совсем не нова в кинематографе. Недавно была картина «Я иду искать», помните? А вот совсем свежий образец – охота. Согласно сюжету, 12 незнакомцев просыпаются посреди дикой местности, не помнящие, как здесь оказались. Вскоре выясняется, что им не посчастливилось стать живыми мишенями в ежегодном развлечении для зажиточных американцев. Но в этот раз желающие развлечься миллионеры совершили одну серьезную ошибку. Среди потенциальных жертв есть и те, кто может за себя постоять. Вторая часть нашумевшей в свое время картины «Поезд Фусан» на серос под заголовком «Полуостров» поведает о событиях, произошедших четыре года спустя. За это время Южную Корею полностью изолировали от мира. И вот бывший военный Хан Джон Сок в составе команды из четырех человек получает задание – проникнуть в зону карантина и найти грузовик с 20 миллионами долларов. Вернувшись в Южную Корею, главный герой сталкивается с семьей выживших, а также мятежными военными, обосновавшимся в мире зомби-апокалипсиса. Третья часть антитеррористической экшен-франшизы о высококлассном агенте секретной службы США Майке Беннинге – «Падение ангела». На этот раз, после очередного покушения на президента, именно главного героя обвиняют в этом и берут под стражу. Когда оперативнику удается сбежать, он вступает в противостояние с бывшими коллегами, чтобы выиграть время для поиска настоящих преступников. Беннингу предстоит попытаться добиться правды, очистить свое имя, спасти семью, страну и ее лидера от смертельной угрозы. Обладатель трех премий «Оскар» и «Золотого глобуса» в номинации «Лучший фильм» 19-17. Первая мировая война. Британцам удается оттеснить немцев вглубь линии фронта. Однако вскоре руководство выясняет, что их отступление – это тактический маневр, призванный заманить войска в ловушку. И теперь Блэйк и Скофилд, неопытные капралы британской армии, вынуждены отправиться во вражеский тыл, где им предстоит ежеминутно рисковать жизнью, чтобы передать полковнику важную информацию и спасти тысячи сослуживцев от верной смерти. Удачи. Пятый фильм из серии о Джоне Рэмбо под названием «Рэмбо. Последняя кровь» расскажет о том, как главный герой позабыл прошлое и наслаждается спокойной жизнью на ранчо. Вместе с Марией и ее внучкой Габриэль, которых считает своей семьей. Когда Габриэль узнает о местонахождении своего биологического отца, то без спроса отправляется в Мексику на его поиски, где девушку похищают и продают в рабство. Разумеется, Рэмбо не может стоять в стороне. Он снова встает на смертельно опасный путь, который ему придется пройти до конца. Я хочу, чтобы они знали, что их смерть уже близко, и никто меня не остановит. Неплохой боевик, который поможет скоротать вечерок любителям этого жанра – фильм в упор. В центре событий оказывается Пол, медбрат из отделения неотложной помощи, который должен вот-вот стать отцом. Однако счастливые дни ожидания появления малыша заканчиваются, когда в больницу доставляют тяжелораненого преступника. Его сообщники намереваются вызволить подозреваемого, а главный герой становится невольным заложником в этой непростой ситуации. Отполируйте до блеска и натрите диски. Выйдите нафиг из машины. У меня баллончик в сумочке. А у меня ствол в кармане. Что это за гребанная автомойка? Картина под названием «Мидуэй». Действие фильма разворачивается во время Второй мировой войны, когда Америка вела кровопролитные бои с Японской империей за господство в Тихом океане. После вероломной атаки на морскую базу Пёрл-Харбор США готовятся нанести ответный удар. Сражение двух держав происходит в июне 42-го у атолла «Мидуэй» с привлечением нескольких авианосцев и сотен самолетов, которые становятся переломным в войне за Тихоокеанский регион. Легкий и незатейливый комедийный боевик Шафт станет для многих зрителей поистине приятным времяпровождением. Джон Шафт Третий – специалист по кибербезопасности в ФБР. Не привыкший решать проблемы грубой силой, он всегда полагается на логику и расчет, но убийство лучшего друга ставит его в тупик. С ним не разобраться с современными методами, так что Джон вынужден обратиться за помощью к старшему поколению Шафтов, чьи старые методы помогут ему найти убийцу. «О, нет, 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 я пацифист». «Он бежит, стреляй! Где те пушки?» «Я их в окно выкинул». «Нельзя выбрасывать пушки в окно, там же дети ходят!» «Чутка подопоздал я с этим фильмом, но лучше поздно, чем никогда. Тройная граница». Согласно сюжету, пять старых друзей бывших спецназовца воссоединяются в опасном латиноамериканском районе, пограничном сразу для трех стран. Это живописное место считается идеальным убежищем для мафиози, наркоторговцев и террористов. Ветераны планируют обчистить местного наркобарона, разрушить его преступную сеть и обеспечить себе безбедное существование. «После завтрашнего возврата к прежней жизни не будет. Не обольщайтесь, мы все идем на преступления». Основанный на реальных событиях военный боевик «Форпост» расскажет о том, как в 2006 году в Северном Афганистане армия США установила несколько блокпостов, чтобы препятствовать контрабанде оружия и перемещению боевиков движения «Талибан» из Пакистана. Один из форпостов, Китинг, был окружен горами и располагался в крайне невыгодной позиции. И вот 3 октября 2009 американским военным пришлось вступить в неравный бой с превосходящими силами талибов, желающих сравнять форпост с землей. «Они идут? Сколько? Очень много. Мы должны отбить лагерь. Нам нельзя отступать. Ты не умрешь. Мы братья». Стандартный боевик о спецагентах, которые, впрочем, обладают нехилым актерским составом – агент Ева. Она умная, красивая и чрезвычайно опасная. Перемещаясь по миру словно тень, Ева выполняет заказные убийства. Однажды, когда очередное дело идет не по плану, начальник отправляет героиню в вынужденный отпуск. Тогда Ева решает наладить отношения с семьей, с сестрой и матерью, которых она не видела 8 лет. Спустя некоторое время на нее вдруг совершается покушение. В секретной службе приняли решение, что ее нужно устранить. Будь осторожно, прошу. Руководство пристально следит за тобой. Ты что-то натворил. Иначе меня бы не прислали. Старый добрый квартет зомби-борца, вновь побывавший на больших экранах, готов радовать и домашнего зрителя. Зомби-ленд – контрольный выстрел. В центре истории находится все та же четверка бесстрашных друзей, которые спустя 10 лет стали экспертами в уничтожении различных видов ходячих мертвецов. Во время посещения заброшенного белого дома в компании происходит разлад, однако появление эволюционирующего вида зомби, несущего серьезную опасность, вынуждает друзей отбросить разногласия и вновь объединить усилия. Слушай, мне кажется, или они очень похожи? Ты мне не нравишься. Совсем. Ты его заблокировал? Или даже придавил? Надеюсь, нас не оштрафуют. Какого хрена вообще? Что? Привет, народ. В прошлом топе у нас фигурировала лента «Несчастный случай» со Скоттом Эткинсом в главной роли. В этом же топе Эткинс порадовал нас картиной, именуемой как «Отмщение». По сюжету, после того, как персонаж Эткинса попадает в тюрьму, скоропостижно умирает его мать. В сопровождении охрана ему разрешает повидать усопшую, во время чего он сбегает из-под наблюдения и начинает мстить людям, которые сделали из него хладнокровного убийцу. Яркий представитель фильмов «На вечерок». Никакой геройки и лишнего пафоса, но при этом интересно. Погибель. Мировая катастрофа неизбежна. Мир скоро рухнет. Дни человечества сочтены. В этом убежден Аллен, затворник, который готовится к подобному ходу событий. Он организовал в отдаленной местности убежище, где можно скрыться даже от пришельцев. Группа единомышленников прибывает к мужчине, дабы набраться опыта и навыков. Однако катастрофа происходит в самом лагере выживания. Как поведут себя герои? Потому что мультики все смягчают. Серьезно, мультики сейчас не так хороши, как те, которые смотрели мы. Крила! Черт! Далее картина, объединяющая в себе криминальное чтиво и игру престолов. От первого мощный и нелинейный сценарий с отличными диалогами двух напарников. От второго неожиданные сюжетные повороты. В общем, в центре сюжета двое полицейских, которых отстранили от дел после попавшего в сеть видео, где они выбивают признание из подозреваемого. Не имея других средств к существованию, экс-копы находят работу в криминальном подполье. Муравей тот бы сожрал быстрее. Восьмая часть. Экшн-франшизы «Снайпер. Финал убийцы». Поведает о Брэндоне Беккете, специальном агенте и опытном снайпере, которого ложно обвиняют в убийстве высокопоставленного иностранного чиновника. Будучи беглецом, преследуемым правительственными агентами, Брэндон вынужден просить помощи у единственного близкого человека. Своего отца. Чтобы добиться справедливости, герои вступают в сражения с бесчисленными противниками, бесстрашной якудзой-киллером, оперативниками ЦРУ и российскими наемниками. Далее пара фильмов о боевых искусствах, первый из которых «Мастер Зет. Наследие Ипмана». Спин-офф легендарной трилогии о великом Ипмане, который рассказывает о том, как после поражения от «Мастера Иппа» Чун Тин Чи решает исправиться и вести тихую мирную жизнь. Но, судя по всему, этому не суждено состояться, так как зло само нарывается на неприятности. Наши старые знакомые Сью и Френчи возвращаются на экраны со второй частью «Коллекторов». После событий первого фильма Френчи решает отойти от дел и устраивается вышибалой в местном баре. Но все складывается не слишком удачно, поэтому он соглашается на предложение Сью вернуться в бизнес. Напарников вызывают в Лас-Вегас, чтобы они забрали долг у владелицы казино, которая, как оказалось, является бывшей любовницей Сью. Тем временем на тропу войны выходит наркобарон, желающий отомстить за смерть брата. Слегка наивный, но вполне годный криминальный боевик, выбивая долги. Поведает о примерном семьянине Дэвиде и его близком друге Крипере. Парни-коллекторы, работающие на влиятельную преступную группировку Лос-Анджелеса. Они успешно собирают долги, как говорится, ничего не предвещало беды. Но вот наступило время, когда в город прибывает еще один криминальный авторитет, намеревающийся захватить власть в округе. Сразу же возникает конфликт, который ставит под угрозу не только репутацию парней, но и жизни. После появления в третьем Джоне Уике, карьера Марка Дакаскаса обрела второе дыхание и дарит нам картину под названием «Одна ночь в Бангкоке». Согласно сюжету, бывший военный прилетает в Бангкок и заказывает такси. Водителю он предлагает солидную сумму, если та будет возить его на протяжении всей ночи. Очень скоро девушка начинает понимать, что на каждой остановке ее пассажир совершает убийство. В это же время опытный полицейский пытается найти и остановить убийцу прежде, чем на улицах мегаполиса прольется еще больше крови. Одна из наиболее известных страниц в истории с участием австралийских и новозеландских военных. Опасная близость. Сражение при Лангтане. Во время войны во Вьетнаме в 1966 году смешанное подразделение из неопытных солдат под командованием майора Гарри Смита вступило в перестрелку с превосходящими силами вьетконговцев. Против примерно ста военнослужащих действовал усиленный полк в составе 2500 человек. Командование находит способ помочь попавшим в окружение, но нужно продержаться еще несколько часов. Неплохой, сугубо американский криминальный боевик для любителей этого жанра. Киллер. Поведает о мошеннике по имени Мо Даймонд, у которого был отлично налаженный бизнес по отмыванию преступных денег. Пока его друг не предложил провести сделку с наркоторговцами, во время которой все, разумеется, идет не по плану. Спасаясь от преследования, ребята попадают в аварию, в результате чего Мо теряет память. Пока он пытается все вспомнить, за ними охотятся опасные преступники и продажные полицейские. А это не растормошит твою память? Я наркодилер? Нет, ты ювелир и отмыватель денег. И, кстати, мой дядя может решить, что проще убить нас самому, чем разгребать этот бардак. Далее, весьма простенький боевик о безвечной теме отмщения, ритм-секция. По сюжету, три года назад Стефани Патрик потеряла всю семью в авиакатастрофе. При этом так и не смогла оправиться от произошедшего, пустив свою жизнь под откос. Однажды она встречает журналиста, который проводит независимое расследование, и он убежден, что на борту сдетонировала взрывчатка, а правительство намеренно скрыло этот факт. Стефани решает во что бы то ни стало найти всех причастных к трагедии и жестоко отомстить. Уходите! Прочь! Почти все легендарные бойцы кинематографа на одном экране – это тройная угроза. Лента повествует о международной преступной группировке, которая посылает команду профессиональных киллеров убить дочь миллиардера, которая задумала положить конец их криминальной деятельности. Спасать девушку будут трое наемников, в прошлом успешных бойцов. Согласитесь, боевики с участием Лиама Нисона – это уже как отдельный жанр кинематографа. Картина «Снегоуборщик» рассказывает нам о примерном семьянине и трудолюбивом водителе снегоуборочной машины Нельсе Коксмане. За хорошую работу Нельс даже получил звание гражданина года. Однако все меняется, когда его сына убивает могущественный наркобарон. Охваченный жаждой мести, Коксман использует все свои охотничьи навыки, чтобы разобраться с картелем. Фильмы со Скоттом Эткинсом – это как отдельный жанр кино. И вот его новая лента «Наследие лжи». Мартин Бакстер, бесстрашный оперативник НИ-6, во время выполнения секретного задания терпит неудачу, а его жена погибает. 12 лет спустя, уволившись из спецслужбы, Мартин работает вышибалой и участвует в нелегальных боях. Когда к нему за помощью обращается журналистка, ведущая дело, связанное с прошлым оперативника, он оказывается в эпицентре противостояния между самыми влиятельными спецслужбами мира. Южная Корея, как всегда, показывает уровень в жанре криминальный боевик. На сей раз эта картина – время охоты. Недалекое будущее Южная Корея переживает дефолт. Сбережения обесценились, на улицах забастовки и нищета. Выйдя из тюрьмы после трехлетней отсидки, Чун Сок мечтает убраться подальше от этого застоя и уехать жить на Тайвань. Чтобы раздобыть денег, герой вместе с друзьями планирует ограбить подпольное казино. Героям удается провернуть задуманное, но сбежать из города оказывается не так-то просто. Продолжение некогда популярной медиафраншизы Ангелы Чарли поведает о неком секретном агентстве Таунсенд, отличительной чертой которого являются женщины-оперативники, готовые бросить вызов самым сложным миссиям. В центре истории находятся бывшая сотрудница МИ-6 Джейн Кано, профессиональная обольстительница Сабина Уилсон, а также компьютерный специалист Елена Хофлин. Они получили задание поймать опасного торговца оружием и не дать новейшей военной разработке попасть на черный рынок. Южная Корея и ее самый дорогой на момент производства фильм «Пеплопад». По сюжету внезапная активность вулкана Пектусан, расположенного на границе Северной Кореи и Китая, говорит о неизбежно скором извержении, которое приведет к сильнейшим землетрясениям в Южной Корее. Единственный шанс остановить извержение – взорвать ядерную бомбу под вулканом. Однако у страны нет ядерного оружия, а значит придется выкрасть таковое у Северной Кореи. Необычная экшн-картина со звездой цикла Ипман Дониеном «Выход жирного дракона». Поведает, как из-за проблем в личной жизни образцовый гонконгский полицейский что-то приуныл, перешел в охранники и стал заедать свои проблемы. Через полгода наш герой обнаруживает, что проблемы никуда не делись, а вот вес заметно прибавился. Чтобы хоть как-то помочь, начальник полиции дает ему простое задание – отконвоировать заключенного в Японию. Однако миссия оказывается куда сложнее, чем планировалось. Знаете, следующий фильм вроде ничего необычного не преподносит, но в то же время из-за атмосферы смотрится с большим интересом – полицейский седан. По сюжету амбициозный полицейский Ник Холланд, недавно окончивший академию, получает в напарники опытного Рея Мэндела, который уже побывал в настоящем аду и теперь готов поделиться с новичком секретами службы. В первое же совместное дежурство патрульным предстоит разобраться в ряде происшествий, в промежутках между которыми ведется непростой диалог. Добротный такой боевик на тему ограбления банков – информатор. Во время экскурсии по Федеральному резервному банку США в здание проникли вооруженные бандиты, спровоцировав суматоху внутри главного зала. Воспользовавшись паникой, несколько сообщников нацепили на Алиса маски и взяли в заложники десятки гражданских лиц, намереваясь добраться до хранилища с золотом. Опасаясь многочисленных жертв среди заложников, полиция Нью-Йорка окружила здание и отправила на переговоры с преступниками опытного специалиста. Весьма забавный и легкий, но при этом не дурно снятый фильм – Хитмен. Расскажет об агенте спецслужб, который решает начать новую жизнь и для этого инсценирует свою смерть. Он, наконец, может посвятить себя мечте и начать рисовать комиксы. Однако это занятие оказывается не таким простым, как он предполагал, да и творчество его не пользуется особым успехом. Однажды, изрядно приняв на грудь, наш герой рисует историю, основанную на личном опыте, и выкладывает ее в интернет, и тут-то понеслось. Вы знаете, вполне себе приятной неожиданностью для меня стал и сербский, добротный криминальный боевик в стиле 90-х «Южный ветер». Его сюжет строится вокруг Петера Мароса, молодого члена криминальной банды, занимающейся угоном машин. Вместе с наводчиком Яни и своим безбашенным другом Бачо, парень средь бела дня ворует элитный Мерседес, чем подвергает себя и свою семью серьезной опасности. Ведь тот принадлежит влиятельному преступнику, который как раз перевозил ним партию наркотиков. Военно-исторический корейский экшн-фильм, основанный на реальных событиях, однозначно порадует тех, кому интересно подобное жанровое направление. Битва за Чан-Сари. Сентябрь 1950-й год. Силы Южан удерживают Пусанский периметр. Генерал Дуглас Мак-Артур готовит дерзкий план Янчхонской десантной операции и решает провести несколько диверсионных высадок в тылу врага. Одним из таких мест становится Чан-Сари. Туда 13 сентября отправляются 772 добровольца, прошедших только двухнедельную строевую подготовку. Отличная криминальная комедия в духе Тарантино, но с японским колоритом. Первая любовь. Лео – молодой перспективный боксер, которому недавно поставили диагноз рак. Моника – жертва обстоятельств, чей отец в уплату долго продал ее якудзи для занятия проституцией. Невероятным образом их судьбы переплетаются в одну из ночей на улицах Токио, после чего Лео и Моника оказываются в смертельной опасности, ведь за ними начинают охоту представители китайских триад и японской мафии. Индонезия – страна, подарившая нам геологию рейд. Время от времени подкидывает в этом стиле весьма добротные боевики – отряд Факстрот. По сюжету в будущем продукты питания становятся дороже нефти, и этим пользуется Индонезия, чьи плодородные земли превращают ее в сверхдержаву. К власти в стране приходит жесткая диктаторская партия. Бывший морской пехотинец Анга является членом этой партии, однако попав в плен к повстанцам, узнает неудобную правду и решает выступить против режима. Ну что ж, друзья, надеюсь вам понравилось видео. Ставьте лайки, подписывайтесь, будем вместе изучать удивительный мир кино. Всего доброго! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok